Игорь, вкуснова на Ямале, но расскажите все-таки, когда произошла-то вот эта первая встреча, знакомство с Ямалом? 23 февраля 1998 года я впервые попал на Ямал. И пропал, да, как в песне поется? Да-да-да, попадаешь. А потом стал вспоминать хронологию событий, песня на холодном Ямале, которая очень, за что я благодарен в первую очередь людям. На полярном Урале, если вы не бывали, приезжайте сюда. Родилась, как раз я представлена, была впервые в апреле, опять же, 98-го года. Чем тогда удивил и притянул Ямал? Почему вы поняли, что это знакомство и все, это любовь навсегда? Мое детство все прошло при строительстве Нурекской ГЭС, это Таджикистан, комсомольская интернациональная стройка. И мама, заканчивая пятый курс, соответственно, меня родила. То есть я родился в Одессе при окончании института, соответственно, с двух лет и до своих 17-ти я провел в Таджикистане. И те отношения... В тепле, да? А тут такой контраст. Мало того, что тепло, это открытые двери, взаимопомощь, нет национальностей, все люди-братья, ну, как это было и как должно быть, да? Открытость душ, родство. Ты понимаешь, что ты как будто в детство попал именно в ту атмосферу, в которой ты провел свою юность. Именно человеческий фактор. Люди рассказывали свои истории. И для меня было откровение, ну, север, север, я всегда, все смеются. С детства хотел увидеть северного оленя, белого северного оленя. В мультфильмах мы только видели, да? А в Таджикистане что это? Красивые ослики. Да. И, соответственно, мечта сбывается. То есть попадаешь на Ямал, но в первую покорять, действительно, это удивительные люди и их истории о жизни, о покорении севера. А природа это уже дальше уже было. Теперь про неофициальный гимн нашего Ямала, да, его знают все, дети даже знают, школьники знают, и нынешние школьники. То есть, представляете, сколько поколений, да, знают эту песню. Она-то родилась быстро у вас, вот прямо здесь, или вы когда уже вернулись с Ямала? Нет, вот я помню, это район Обской, это какое-то второе посещение Ямала, это точно, или третье, но что-то, но не первый раз, первый раз. Потому что уже какие-то поездки были, более широкое знакомство. Я помню, что по Обской, эта мелодия родилась где-то, вот, я не помню дорогу от Обской до Лабытанг, или где-то вот что-то такое. А, это даже тут. Или в Харпе, ну, что-то в тех районах. И вот эта мелодия, именно начало первой две строчки. Земля опаленная, и вот эта фраза, и она года-года. Земля опаленная ветрами. Духи севера навеяли, потому что какая-то красота была, не очень морозно было, и были видны горы Харпа, значит, да, вот это вот такой день. И вот, в принципе, в течение двух лет, или года, она, то есть решить я не мог, припева этого шикарного не было. Было два-три текста, ну, соответственно, все, что услышали, в конце концов, люди, это, потому что я всегда участвую в текстах. А так сколько все-таки по факту это времени ушло на вот на рождение вот этой песни? Я думаю, года три. Вы выучились в строителем университете. Зачем пошли все-таки в строительство-то учиться? Ты живешь в семье строителей, все на твоих глазах происходит в строительстве Норекс КГС, стройка, мама инженер, папа тоже механик, инженер. Когда в семье идут обсуждения, куда пойти учиться, у меня даже момент был, когда я после восьмого класса хотел, ну, тогда по школам ходили люди с техников, как-то по маркетингу сейчас по-другому, слова маркетинга тогда еще не было. И было предложение пойти в химический техникум. Я, наверное, в первую очередь, да? Я чуть к родителям прихожу в восьмой класс и думаю, вот, свобода, пойду там в Душанбе или куда-то ехать. Поеду учиться на химико. Я говорю, родители, я уезжаю, как батя, где, конечно, вставил. Ну, соответственно, я пошел в девятый класс, и когда десятый заканчивал, у меня просто были близкие друзья, она говорит, у меня старше, которые поехали в Москву, поступили в миссию имени Куйбышева. И приезжали на каникулы, я понимаю, что все, не буду расстраивать родителей, и пойду продолжу династию строителей. Если бы не армия, понимаете, я бы его закончил. Но так как вот армия, это уже был 1988 год, и ты понимаешь, что музыка с тобой, если в школе вокальный инструментальный ансамбль, дом пионеров, везде я, и дискотеки, и все, тебя просто тянуло. Даже выпускной вечер, помню, земля в иллюминаторе. И представляете, судьба, то есть ты после армии попадаешь в центр Владимира Мигули, автора этой песни. С ним отъездили, я в составе группы «Дети Арбата», соответственно, был вокалистом, мы отъездили немало городов Советского Союза тогда еще. Ты попадаешь в мир гастрольной жизни, и ты понимаешь, что это тебе ближе. Возможно, приезжал бы я сюда строить мосты через широкие, могучие северные реки, и не приезжал бы петь песен. Ну, был бы строитель Корнилов, да. А так я приезжаю представлять свое творчество в виде песен, и те песни, которые спасибо, что приняли люди. Сейчас очень много коллабораций. Да, вот-вот, вот слово. Кем бы хотели, может быть, давно уже планируете, с кем-то исполнить? Во-первых, с Ярославом Сумишевским мы дуэт записали «С днем рождения тебя, мой брат». Я попросил его даже, Ярик, вот перед песней тебя здесь не будет, поэтому давай перед нашим клипом, перед исполнением песни от тебя должно как брата. Я его также поздравляю, у него 40-летие было. Потом недавно был записан дуэт с Виталием Гагунским. Причем это песни, которые уже выходили. Это у меня была «Черные вороны», мы ее назвали «Мой путь». То есть с Ярославом Сумишевским «С днем рождения тебя, мой брат». А мыслей записать какие-то дуэты, вот сейчас в последнее время появляется все больше и больше, но надо находить все-таки песни в первую очередь, а не просто лишь бы исполнили. Я с дочкой даже хочу говорить, папа, давай исполним. А что не получается-то? Время, время. А молодежь, вот знаете, ты думаешь, ну все, сейчас если дочь пошла по музыкальной стезе, значит к тебе будут какие-то вопросы. Бальзам надо, чтобы честно? Нет, нет. Где-то и да, и нет. Но ты думаешь, тебе будут обращаться за помощью, за поддержкой, за советом. Она в студии была раза три, у меня четыре. Какой-то вокал писали, остальные сами находят. У них свое движение, я рад. Коллаборация, о чем мы говорили. И наоборот радующий, говорит, папа, придет время, запишем песню. Так, ну планы, они планами, поэтому если лучше не говорить о планах. Когда что-то случится, если я могу сказать о Сумишевском, о Гагунском, когда состоятся дуэты, я об этом скажу. Но планы есть. Вот вы сейчас сказали, я спросила, бальзам ли это на душу, да, что все-таки дочь пошла? О детях. Да-да-да, вы сказали и да, и нет. Почему нет? Да, понятно, почему, а нет. Потому что она и девчонка все-таки, да, и понимаешь, как бы личную жизнь надо устраивать, да, потому что уже, сколько ей, 23 года, да, и видишь ее переживания. И что такое творчество? Тем более она побыла целый год побыть в группе Серебро под руководством Макса Фадея, причем при очень жесткости, я встречал ее, представляете, я с Таркаса Ледовани, они с Таркаса Ле ехали, а я откуда-то ехал, или в Уренгое был, и мы пересекаемся буквально в аэропорту Уренгоя, ее там выпускают, когда она прошла, они улетали на другом рейсе. И были моменты, когда ты видишь ее глаза, она, мама, как я устала, фотографии сфотографировала, выложила, зачем ты это сделал, все. Ты понимал, что ребенок поездил год по стране, по миру, и она знает, что это такое, и знает, что это непросто. Естественно, переживаешь, насколько она выдержит, хотя вот спустя время смотришь, стержень есть. Не могу спросить про продюсерский центр, который вы планировали открыть, я просто помню, что такая информация была, что не получилось. Нет, не, продюсерский центр был открыт, понимаете, все, был прекрасно проведен три фестиваля. Первый был шикарно проведен во странах Арктического региона, тогда было кругом понимание, дружба. Когда прошел первый фестиваль, как раз 2014 год начался, или пошли первые санкции, и как раз я по мере возможности писал песни ребятам, молодым, и планы были какие-то, вплоть до открытия центра детского творчества здесь были разговоры, и было столько энергии, все стремились. А потом какие-то вот эти, политика тоже влияет, всю эту обстановку, она, к сожалению, с ней росла на нет. Вот снизошла сейчас, а вот если все-таки появится возможность, вы бы открыли, кто были бы эти звезды? Огромное количество. Кого этот продюсерский центр был бы, кого бы вы там взращивали? Цель такая и была, помочь молодым ребятам. Как все это будет дальше развиваться, мы не знаем, к сожалению, понимаете. Но хотелось бы. Ну хотелось бы, нет, но это все остается. И ты понимаешь, что если Бог тебе дал этот талант, эту возможность писать песни, доносить их до людей. Хочется планировать, очень жаль, что наши планы не всегда сбываются. А вот то, что песня и фестивали должны быть, мы говорим, и многие умные люди говорили, не буду фамилии, но, как правило, эта мысль идет такой красной линией, что вот почему существует Витебск, Славянский базар. И всегда говорили, если бы было побольше фестивалей, объединяющих культуры, потому что когда был первый фестиваль у нас Артарктика в Салихарде, были планы провести в Финляндии, в Хельсинке, были с Норвегией, потому что представители были. Музыка, самый универсальный язык, который объединяет людей. И благодаря ему вот этим фестивалям, объединению культур, пересечения, коллаборации, как современное слово, это способствует только миру, добру и созданию каких-то светлейших вещей. Созидатель. Вот, правильное слово? Созидатель. Созидатель.